Телефинал у нас чемпионов. Как будете смотреть, за кого переживать и может быть чем-то с Паризом? Я думаю, что мы будем вместе с командой смотреть. Я еще не знаю, но будем смотреть сто процентов. И я болею за Ливерпуль. Я работал вместе с Клопом в Майнсе. Я его знаю и играл вместе с Джуэль Матипом, защитникам. Я с ним вчера переписывался. Я буду за них болеть и надеемся, что они выиграют. Парень с кем-то заключали? Нет, пока еще нет. Клоп и СМС? Нет, я с ним не общаюсь. Телефона нет. Тяжелый сезон был у вас на Бакчайне. Сборные вот эти два матча для вас очень важны, наверное, в плане того, что играли мало и сейчас как-то уже наработать на следующий сезон. Какие у вас фокус здесь, на сборной. Я рад, что я здесь. Я всегда радую сюда приезжать. У нас сейчас есть две игры, нам надо их выигрывать, а потом я буду смотреть на на мое будущее, куда я пойду и буду со семьей, с агентом общаться, что будет лучше всех для меня. В России нет предложений? Что я буду сейчас говорить, от кого предложения есть и от кого нет. А желания есть вообще в России? Я еще так далеко не думал. Мне сейчас самое важное здесь. Нет предложений в российском чемпионате поиграть? Ну, не знаю. Я пацанов спрашивал, они все говорят, приезжай, если хочешь. Так что я еще пока не знаю, я об этом еще не думал. Еще есть две недели, а потом чуть отдохну и потом буду решение принять. А сами свой сезон Фенербахте как оцените? Не очень, наверное. Хотелось больше играть? Ну, как, я больше тридцати игр сделал. Зимой новый тренер пришел, он мне говорил, что он со мной рассчитывает, а потом все было по-другому. Я только пять или шесть игр сыграл в втором круге. И я не знаю, я думаю, что я нормально играл, а то бы меня Саламович не пригласил бы после чемпионата мира сюда в сборную. И так что я думаю, когда я играл, я все делал как... Ну, у нас плохой сезон был, да, но я думаю, что я все равно хорошо отыграл. Перед чемпионатом мира Станислав Саламович говорил, что вы в соцсетях с обидой высказались о том, что вас не взяли. Никаких с тех пор тренинг с тренером по этому поводу нет? Нет. С какой, конечно, я... Ну, я не на него обиделся. Я обиделся, что у меня не было на чемпионате мира. Я это тоже в интервью так говорил, это я не на него сливал. Это просто очень обидно было для меня, что вот так, да, перед чемпионатом мира, что у меня домой отостал. И все равно видно было, что я дальше работал надо мной и что он меня потом пригласил, так что там у нас проблем нет. Сильно сборная изменилась по сравнению с чемпионатом мира и по игрокам, и, может, по менталитету по-своему, может, стало больше в себя верить? Меня не было на чемпионате мира, но я после чемпионата мира чувствовал, что когда сюда все приезжали, что есть уверенность и после чемпионата мира. И тоже люди смотрят по-другому на сборную России и на игроках, и это очень рад. Я об этом уже пацаны работают каждый день, и для нас это очень хорошо видеть, что фанаты стоят за нами. Заключительный вопрос. Роман, перед матчами отборок Евро еще будет контрольная игра с Чертановым. Насколько важно именно с точки зрения игрового должности? Потому что мы так понимаем, что тренировочные процессы именно игра, пусть и контрольная. Ну, конечно, мы сейчас в этом году второй раз сборная собирается, и очень важно. Надеюсь, что каждый получит практику и потом, чтобы все были готовы к двумя играм.